Всем привет! Меня зовут Александр, вы на канале Алекса и так свой. Сегодня у нас пятница, время 15.09. Я уже в аэропорту Домодедово и уже получу заказ обратно. С заказом в аэропорт я приехал за час 10 плюс-минус 3 700 плюс 500 рублей на чай. И сейчас, по-моему, заказ на Малую Ордыну, пускай 1.08 с аэропорта Домодедово. Поездка составит примерно 47 минут, 42 километра. Посмотрим, пока доеду до пассажиров. Забираю заказ, кстати, с терминала F1. Это международные рейсы. И поэтому тут уже надо будет не прошлепать момент и не проехать мимо. Потому что потом опять кружится, заново заезжать и так далее. Но это, оно никому не нужно. Вот, 7 минут у меня на подачу ездил. Вчера отдыхал, вчера у меня был день рождения, мне 29 лет. Располнилось, вот, поэтому принимаю поздравления в комментариях. Но вообще самый лучший подарок для меня будет, это если вы просто подпишетесь на мой канал, поставите лайк и подпишетесь на телеграм-канал. А то, что-то какие-то странные новости ходят о том, что вроде кто блокирует, кто не блокирует. Поэтому, чтобы не потеряться нам с вами, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка вот сейчас на экране, ссылка будет в описании. Переходите, подписывайтесь. 44 минуты поездки из аэропорта Домодедово. 2497 рублей. Пока ничего не упало. Вы, кстати, заметили. Не глинная, не глинная. Ну, поехали. Вы заметили, что баллы приоритета, ой, да, приоритета удвоились у всех, просто икс-два. Толку от них, конечно. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Эксперт Парк – крупнейший сертифицированный парк Яндекс.Такси, Яндекс.Заставки. А теперь они еще начали работать с Яндекс.Едой. С 1 сентября вступил в силу новый закон, к которому нужно будет адаптироваться. И последствия этого закона мы уже на себе очищаем. Эксперт Парк готовит программу сопровождения водителей, а техподдержка проконсультирует вас по всей необходимой документации. Ну, а я же, в свою очередь, постараюсь держать вас в курсе всех нововведений. Сам лично работаю через Эксперт Парк. Комиссия Парка – 50 рублей в сутки. Есть бонусы при виде друга – 1000 рублей. Собственный колл-центр для решения проблем и блокировок. Автовыплаты ежедневно и без комиссий. 4 вида моменталок. В Эксперт Парк можно приобрести термокороб, а доставка по всей России будет бесплатной. Также в Эксперт Парк стартовала новая программа для самозанятых – Эксперт Парк 2.0. Комиссия Парка для парковых самозанятых всего 40 рублей в сутки. Повышенный бонус за при виде друга – 1500 рублей. Также добавляется 5 баллов приоритета. Ссылки оставлю в описании. Техподдержка Парк работает круглосуточно. Они проконсультируют вас по всем вопросам. 14 минут. Ну, ну, что такое. Ну, все. 755 рублей. Время заправиться. Да, сейчас за заправки где-то 4 балла дают. Короче, все из 2 стало. Ну, что, все у меня. 60 баллов приоритета. Заправка, мойка, рейтинг. То есть, может быть, 64, если было бы платина у меня. Но в следующем месяце вот у меня будет платина уже. Потому что у меня уже там больше 12 тысяч на кадрах. Что, работаем? Работаем. Сейчас она приехала в Неву. Вот девушка доставляет Яндекс.Ейда. Ультима. 33 минуты. 1163 рубля. Это вот, интересно, курьер такой? Или это какая-то супер акция у них? 26 минут. Я уже заказ отвез. Но пока завершать его не буду. Потому что я еще не выехал с территории. И как пересеку, как говорится, ограду, тогда завершу заказ. Женщина сама говорит, типа, так и делай. Потому что всякое бывает, чтобы я видела. Много же тут Тесил. Так-то. Много. Вот Тесла в Соседней Граде тоже Тесла стоит. А, или там дальше Тесла стоит. Короче, вот сейчас надо еще присягнуться. Не присягнулся. Так, 27 минут пути. Что-то у нас с воротами открыто. Здесь не закрывается. Все, я пересек. А, нет, не эти ворота. Или эти. По-моему, вот эти, да. Все, завершаем. 2 тысячи оплаты, производоплатной дороги. Э, было 950 рублей. Ну, окей. Бля, вот это прикол. Я что, бы бакрактилон бесплатно прокатил, что ли? Ебать. А, я лох. А вот, надо было здесь указать 950, а не 350. Пиздец. Вроде разобрался, что и как сделать. Написал в поддержку. Говорю, так и так, такая вот ситуация. Мне с поддержкой ответили, попросили прислать фотографию чека, ну, либо скриншот экрана, а если с транспондером. Вот, у меня с транспондера все списалось. Я отправил фотографии. И жду ответа от техподдержки. То есть, в теории, мне должны просто компенсировать эти 600 рублей дополнительные, которые я потратил на бакрактилон. Вот, все. Вопрос вроде как решаемый. Пока ответа нет. Как будет ответ, дам знать. Тем временем, мне упал заказ Одинцова на Арбат. Что, поехали. Подача 5 минут. Все, пришел сообщение от Яндекса, что 600 рублей за платную дорогу скоро появится у меня на балансе. Поэтому, что, здорово, здорово. Решили вопрос в пользу водителя. Круто. За это лайк, конечно же. 28 минут. 1559 рублей. Ну, что, в общем, моя смена оборвалась, так скажем, на полпути, на середине. Я отработал всего 6 часов, заработал, там, тысяча девять. И меня тормознули. ГАИшники с мигалками. На большом каменном мосту. Я ехал с пассажирами. И меня натормозили. Типа, светлый, конечно, лучше выключить пока что. Но, чтобы не привлекать к себе внимание лишнего. Сейчас опять к нему увидят. Начнется. Нехорошее. А, что хочется сказать. В общем, получилась такая история. У меня из-за этой полосы на капоте и на переднем бампере тормозят и говорят, что так нельзя. Я, мол, это лишение. Вот. Я, конечно, расстроен. Потому что, ну, вроде бы, я же не специально эту полосу повешивал. Это же не я придумал. Это же завод и туда-сюда. Ну, как бы, она прошла машинную экспертизу. Получила СГПТ, то что там как-то называется. Получила ЭПТС. То есть, поставила на учет. На этой машине ездили с февраля. Никто ничего не трогал. Тут меня начинают прям, ну, дрючить за всю эту историю. А это лишение. То есть, там же статья 12.5.3.5.1. Я что-то не помню, что это за статья какая там тоже. Вот. В итоге, меня, так скажем, просили на первый раз. И сказали, вот по этой дороге едь домой. Отвози ее домой. Отвези ее в сервис, чтобы это все устраняли. Ну, либо, как бы, сдавай машину и не... Ну, потому что это лишение от шести месяцев до года. Ну, и все. Я, получается, высадил пассажиров. Развернулся там под мостом. И все, еду домой. Еду аккуратненько. Если вижу ГАИшника, включаю аварийку. Эта полоса хотя бы тухнет. Ну, там, как один диодик горит красным. Но полоса вся в целом тухнет на аварийке. Но, как бы, даже диодик этот нехорошо. Спереди красного цвета не должно быть. Ни красного, ни синего, никакого там еще. Мне рассказали историю, то, что даже если вот эти на зиграх, ребята, которые катаются в Идалисянах, или на чем... Ну, короче, которые включают автопилот, у них спереди загорается подсветка. Мол, так и так, типа на автопилоте. Так тоже делать нельзя. И сейчас, ну, прям всех-всех за эту тему дружим. Вот. И дружкнули меня, поэтому я поехал домой. Неприятная история. Я всего, ну, полусмена отработал. Всего 9 тысяч заработал. То есть отбил расходы. И вот прилип на всю эту тему. То есть день в ноль. И, ну, как бы, нехорошо. Сейчас еду домой, поставлю машину. Завтра днем буду что-то думать, искать сервисы. Ну, просто потому, что, ну, это не вариант. Каждый раз работая и думать, что набутылят. И набутылят ли вообще, да. То есть, ну, испытывать судьбу каждый раз просто не хочется. Поэтому надо решать этот вопрос. Поступило предложение заклеить это все черной пленкой. Ну, плотной. Попробую. Если не получится, то уже это... Надо будет куда-то ехать. Попробовать, конечно, надо поискать фишки. Фишку, может быть, вытащить где-то. Может быть, там как-то отсоединить. Но отрезать провода, это вандальный способ. Вообще этого делать не надо. Надо что-то подумать, посмотреть, как можно, что с этим сделать. Вот. Сейчас приеду на парковку, парфорную машину, посмотрю. Может быть, там где-то, может, на фишку вытащить. Не знаю. Ну, то есть, я не хочу колхозить, там что-то пленку клеить. Я не хочу обрезать провода и так далее. Ну, то есть, может быть, как-то можно фишку отключить и все. Надо хорошо смотреть. Потому что, ну... Блин, жалко, конечно, что нельзя так ездить. Хотя, опять же, вот я не понимаю, как тогда человек, которого я взял и по звуку, да, ездил. Его вот сколько раз тормозили, никаких вопросов не было. Да и меня сколько до этого тормозили, никаких вопросов не было к этому всему. Там прям рейды, дороги перекрывали, всем было похер. Ну, сейчас, вот, видать, никаких задач дополнительных нет и дрючат. Вот, поэтому, наверное, так, не знаю. В общем, я едет домой. Обидно, грустно, досадно. Но, буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Открыл капот. Сейчас посмотрим, что и как. Потухло все, но вообще... Вот эта вся линия, она горит красным. И вот, я даже не знаю, как здесь это все отключается. Здесь вот просто вот одна дырочка такая. И все, там ничего нет. Надо фонарик. Как он тут включается. Вот. Я там ничего, честно, не вижу. И здесь тоже. Как это все можно сделать, непонятно. Короче, буду разбираться во всем. Как, что решиться, расскажу уже в следующем ролике. Ну, вот, и не забудьте подписаться на канал. Ну, и поставить лайк этому видосу. Так, ну, емко.